Продолжение следует... 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 но ответ прост. Главные принципы нашего холдинга – это знание, точность и безупречное качество исполнения. И через несколько минут мы запустим конвейеры. Я хотела бы дать слово Сергею Миронову. Прошу. Спасибо. Я хотел бы рассказать немного о нашем оборудовании. Что у вас происходит? Заклинило электронный замок в комнате управления. Чертовая электроника. И внутри никого нет. И мы не сможем запустить конвейер. Такая дверь, что… Но мы внедрили все международные стандарты качества и… Какие у нас варианты? Ну, можно петли срезать, можно стекло выдавить. И уже буквально через три минуты мы с вами лично сможем в этом убедиться. У нас три минуты. А что, если просто на словах рассказать журналистам, как выпускают конфеты? Я никому не позволю себя позорить. Если я сказала, что конвейер запустится вовремя, значит, он запустится вовремя. Боже, что делать? Что делать? Прекратите панику. Выход всегда есть. Выход всегда есть. А в комнате управления тоже есть такая вентиляция? Ну, да. Встаньте. Ой, возьмите. Подсадите меня. Подсадите меня. А я вот подумал, а как она с той стороны решетку снимет? Не знаю. Начнем обратный отсчет. Десять, девять, восемь, семь, шесть, два, один, путь. Десять, девять, восемь, шесть, два, один, путь. А черт мой дыма. Ох. Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро! Доброе утро, Жанночка! А что это мы и не на лимузине сегодня? А с чего вдруг? Ну как, ты после вчерашнего просто звезда! Уже знаешь! Да ты что, правда по вентиляции пролезла? Ну да! Сколько лет с тобой работаю, я не перестаю удивляться! Ну ты же знаешь, главный результат, мы за ценой не постоим! Да, это правильно! Ну что, готовы принимать поздравления от руководства? Я думаю, на совете директоров есть дела поважнее! Здравствуйте, Елена Александровна! Я поздравляю вас с запуском нового объекта! Спасибо, Иночка! Добрый день, Жанна Викторовна! Здравствуйте! Вот это я называю настоящий кризисный менеджер! Благодарю! Я уверена, что на моем месте каждый поступил бы так же! Ну а на вашем месте вряд ли кто-то из здесь присутствующих прополз бы в вентиляцию! Да, шутки шутками, что там по поводу директора фабрики? Вы распорядились его уволить? Я не считаю, что его нужно увольнять! Скажите, это по его вине чуть не сорвалось с дачи объекта? Нет, нет, это был абсолютно форс-мажор! А вообще уволить человека – это самое простое! На мой взгляд, для нашей компании хороший управляющий на вес золота! Мы должны их беречь, помогать им работать! А мне нравятся ваши нетрадиционные подходы в работе с персоналом! Все, вопрос закрыт! Что у нас дальше, Жанна Викторовна? Мы должны обсудить один из наших объектов – лесопилку! Нашему холдингу принадлежат десятки заводов и предприятий! Но такого кошмара у нас еще не было! Из-за этой лесопилки мы терпим сплошные убытки! Посмотрите, ниже этой стрелки падать просто уже некуда! А сколько мы уже вложили в развитие инфраструктуры этого объекта? А это бесполезно! Год назад я лично ездила на лесопилку инспектировать! Та еще дыра! Там нет никакой инфраструктуры и развивать там нечего! А кто управляющий сейчас? За эти годы много управляющих поменялось, никто долго не задерживается! Сейчас эту должность занимает, как его… Андрей… Андрей Данилов! Данилов, да! И какой у него опыт работы? До этого он вкалывал обычным лесорубом! А почему его повысили? Никто туда не хочет ехать, ни за какие деньги! А он единственный, у кого есть высшее образование! Вот его и назначили, когда его предшественник просто удрал! Так, какие будут мысли по поводу лесопилки? Я предлагаю продать! Давайте отложим этот вопрос! У нас есть очень важная новость! Я решил покинуть пост главного менеджера! Через месяц я ухожу на пенсию и… Кофе сделай! Пожалуйста, Инечка! Да, конечно! Слушай, ну, я обалдела! Я думала, что эта мумия никогда не покинет свой пост! Интересно, кого назначат на должность главного менеджера? Кто бы это мог быть? Дай-ка угадаю! На что ты намекаешь? Ну, все знают, что это будешь ты! Ну, кто все? Ну, перестой! Ну, если не знают, то точно догадываются! Я думаю, что очень много желающих на эту должность! Лен, ну, ты об этом так давно мечтала! Тем более, ты этого заслуживаешь! А ты? Ты меня поддержишь? Ну, конечно! Фелик Степанович! Поговаривают, вы хотите назначить на должность главного менеджера Елену? Ну, поговаривать не зря! Она талантлива, перспективна! Жаль, что на должности главного менеджера перспективность скорее недостаток! А что вы имеете в виду? Фелик Степанович! Холдингу нужен умелый управленец, а не перспективный! Я считаю, что у Леночки слишком мало опыта! Вы думаете, она не справится? Я верю в Лену, как никто другой! Просто я считаю, что она не сталкивалась с настоящими трудностями! Но у нее за спиной немало успешных объектов! Фелик Степанович, ее объекты уже налаженные производства с временными трудностями! Это не то, с чем ей придется столкнуться на должности главного менеджера! Да, вы правы, серьезного опыта у нее пока недостаточно! Вы же понимаете, что если вы сделаете неправильный выбор, у акционеров начнутся вопросы! И эти вопросы будут к вам! Я бы на вашем месте перестраховалась! Дала бы Леночке возможность проявить себя! Лена отправила бы ее на какой-нибудь сложный объект! Ну, например, на лесопилку! Это тот убыточный объект, о котором мы говорили? Но вы же предлагали его продать! Да, предлагала! Но мне родилась идея! Вы убьете двух зайцев! Я уверена, что Лена справится! Ну, а вы как раз посмотрите, на что она способна по-настоящему! Хорошо! Лесопилка? Ферик Степанович! И я... Ну, я имею в виду, это не очень рационально такого специалиста, как я, отправлять его в эту дыру! Ну, это очень важный объект для нас! Ну, Жанна Викторовна говорила, что лесопилка банкрот! Хорошо, давайте начистоту! Я вижу вас в должности главного менеджера! Но я это сказал не для того, чтобы подсластить пилюлю! Вы действительно моя основная кандидатура! Но я хочу увидеть все, на что вы способны! И лесопилка – отличная возможность вам продемонстрировать это! Я понимаю! Прекрасно! Как только вы там наведете порядок, и объект даст прибыль, вас назначат главным менеджером! Я не подведу! Мы уже отправили на лесопилку телеграмму, а в вашем приезде вас встретят! Телеграмму? И ко всем прочим бедам! Там еще и проблемы со связью! Ну, ничего! Я там наведу порядок! Можете не сомневаться! Я и не сомневаюсь, и не только я! Жанна Викторовна тоже уверена, что только вы можете справиться с лесопилкой! Жанна Викторовна? Жанна Викторовна! Ну, конечно! Жанна Викторовна! Жанна Викторовна! Жанна Викторовна! Жанна Викторовна! Жанна Викторовна! Лен, что-то случилось? Значит, это твоя была идея отправить меня на лесопилку! Ну, я просто хотела... Хотела подставить меня и самой пойти на повышение. А я думала, что мы подруги. Знаешь что, подруга, я в этой компании больше тебя работаю. И все это время я ждала, пока этот старикашка уйдет на пенсию. И что мне с этого? Фига с маслом? Значит, она больше не заслужила. Ну, конечно. Это же ты у нас на коне. По вентиляции пролезла, и сразу все пищат от восторга. А мне плевать. Я знаю, что я заслуживаю эту должность. Только начальство считает по-другому. А начальство ошибается, и я им это докажу. Хотя... Нет, ты сама это докажешь, когда провалишь дело с лесопилкой. Жанна, ты прекрасно знаешь, ни один мой объект еще не проваливался. А все бывает впервые. Ты даже себе не представляешь, что это за место. Я заставлю лесопилку давать прибыль. Чего бы нет ни стоило. А вот когда я вернусь, у тебя мокрого места не останется. А ты попробуй вернись. Свет. Добрый вечер. Голосовой ассистент Ирида приветствует вас. Надеюсь, ваш день прошел хорошо? Надеюсь. Желаете прослушать уведомления за сегодня? Все, что я желаю, это бокал вина и горячая ванна. Команда не распознана. Повторите команду. Ирида, открой шторы. Выключи свет. 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 Ирида, Джаз. Ирида, погода в Орловке. Населенный пункт не опознан. Повторите, пожалуйста. Орловка! Населенный пункт не опознан. Повторите, пожалуйста. Боже, куда я еду? Орловка! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь какой-нибудь транспорт ходит? Автобус раз в день, но он уже был. Следующий завтра. Ой, да вы что? Ужас какой, что же мне делать? И не ловят здесь ничего. Подождите, вы же можете меня подвезти? Куда? На лесопилку. Далеко. Пожалуйста, ну. Я заплачу вам в два раза больше. КОНЕЦ Все, приехали. Что значит приехали? Вы куда? И почему остановились? Вы просили вас подбросить? Вот я и подбросил, как смог. Дальше я не поеду. Там недавно дожди были. Дорогу размыло. Я там не проеду. А вы мне предлагаете пешком идти? Ну, это уже не мое дело. Вы, главное, заплатите, как мы договаривались. Я вам ничего не собираюсь платить, потому что вы меня не довезли до места. А. Поставьте мои чемоданы обратно. Поставьте их. Нет, так нет. Какие чемоданы? Ах, вот так. Да. Хорошо. Вот так бы и сразу. А чемоданы? Удачно добраться. Подождите, а где эта деревня вообще? Все время прямо. Часа полтора пешком. Полтора пешком? Это быстрым шагом. Мужчина, послушайте, я вам заплачу в два, в три, в пять раз больше. Пожалуйста. Да хоть в десять. Там такое месиво. Если я там застрян, меня сам черт не вытащит. Так что мне машина дороже. Не оставляйте меня здесь, ну. Вд凶. Дальше. О, что... Здесь же есть! Игорь Негода, что это не может быть. Вдох. Дальше. Вдох. Ого. Вдох. Ого. Ого. Субтитры создавал DimaTorzok Стойте! Стойте! Спасибо большое! Подвезите к деревню Лесопилки! Слушайте, вам то зачем? У вас там родственники? Нет, я в командировку еду. Я новый начальник Лесопилки. Как начальник Лесопилки? А в Скоробей я? Да, Елена Александровна. Елена Александровна? Вы, оказывается, девушка. А я думал, мужик будет. А вы что, простите? Андрей Данилов. Извините. Начальник Лесопилки. Подождите, это вы должны были меня встретить на вокзале? Ну да. Ну, я думал, мужик будет, понимаете. Мне пришла, значит, телеграмма. А там фамилия инициалы. Вот я и подумал, что... Ах, вы подумали. Я целый час на вокзале стояла, а вы, значит, подумали. Слушайте, ну я ж не мог подумать, что им придет в голову прислать новым начальникам Лесопилки, вот, девушку. А что у вас с телефоном? Почему я вам звонила сто раз? А это Орловка. Тут связь с перебоями. А тут дорог, к которой мы едем, так там вообще можно связь поймать только с верхушки дерева. Ах, вот почему Лесопилка загибается. Понятно. Ее начальник не может выполнить простое поручение. Слушайте, вы бы не делали таких опрометчивых выводов, окончательно во всем не разобравшись. А я разобралась, в чем тут проблема. Точнее, в ком. А мне кажется, немножко глупо оскорблять единственного человека, который может вас подвести. А вы меня не шантажируете, мужчина. Я сама доберусь, если надо. А что смешного? Вот как вам мягче сказать, вы слегка переоцениваете свои силы. Это не город, я поставлю. Отставьте, пожалуйста. Отдайте. Слушайте, что вы делаете, а? Я сама доберусь. Ну, слушайте, ну, может, ключи от своего дома возьмете, а? Вот, крайний дом на развивке. Разберусь. Да я не сомневаюсь. Больше руки сядете в машину. Гроза вон приближается. Испугались, что нахамили начальству? Да я ничего не боюсь. Просто реально я хотел по-хорошему. Садиться будете? Странно. Меня не предупреждали, что вам нужно все два раза повторять. Как хотите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Значит, восток у нас там. Да? Значит, за теми кустами грунтовка. КОНЕЦ Лен, у роции батарейка села. Почему она оставила машину? Потому что неуправляемая она. Да посмотри, может машина поломалась, может с ней что-то… Что здесь может сломаться? Это же машина. Горючка кончилась. Понятно. А если своим характером она не могла остаться здесь, и просто дождаться помощи. Пошла сама искать дорогу. Лена! Лена! Гроза собирается. Если до грозы не найдем, Елену Александровну, считай, пропала она. Не усугубляй. Так, мужики, разобьемся на три группы и внимательно все обыщем. Внимательно. Добро. Миха, Серега со мной. Лет семь назад электрик. Ушел и не вернулся. Пропал. Через полгода нашли. Да. Ай! 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 Похоже, в картах я не очень разбираюсь. Елена Александровна! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ай! Ая! Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует... 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 Да блин, уже все прошуршали, ну куда они могли деться? Да видать не все. Так, давай сюда пошли, мужики. Там еще не были. Андрюха! Елена Александровна! Михалыч! Андрюха! Михалыч! Михалыч! Андрюха! Тьфу ты! Я забыл. Шахта-то здесь заброшенная. На нее? Сюда не пойдем. Давай сюда, быстрее. Андрюха! Вот он, Михалыч! Сюда иди! Где? Я уж думал, не дождусь. Ого! А с ногой чего? Сломал ногу. Я с обрыва упал, до этого туда Лена упала. А где она, наша неуправляемая? Да не знаю, спали вместе, проснулся вот один. Мужики, ее найти надо быстрее, пока она опять куда-нибудь не встряла. Елена Александровна! Ох уж эти женщины. Не успеешь найти, опять теряешь. Держи рацию, не теряй. Елена Александровна! Ого! Елена Александровна! Я здесь. Вы не представляете, что я нашла. Шахта ведет к реке. И что? Ну, мы должны, по крайней мере, попробовать. Ну, вот почему все твои идеи, все это на грани жизни и смерти, а? Ну, наша основная задача – это наладить доставку бревен. И река – это единственный шанс. Ну, Михалыч, ну, правда ведь, скажите ему. А что я? Или дорога, или река. По дороге не можем, потому что дожди. По реке не можем из-за горы. Вот. Да, но в горе есть тоннель, который ведет к реке. Лен, ну какой тоннель, а? Ну, мы ж там были. Ну, там еле человек протиснуться может. Ну что, как наш гипс? Засох? Ну, замечательно. Ну, а вообще-то вам очень повезло. Перелом незначительный. Думаю, через месяц уже будете без гипса. А пока прописываю вам постельный режим. Ноге нужен покой. Ну, все. Можете забирать вашего больного. Спасибо. Сектор 6Г находится достаточно далеко, если двигаться к нему существующими дорогами. Очень далеко. Да, дороги петляют. Но если пройти от лесопилки до сектора Г-6 напрямую, то расстояние небольшое. Пойти-то можно, проехать нельзя. Сплошной лес. Это верно. Но у нас команда лесорубов. Мы можем вырубить лес и проложить дорогу. Вы представляете, сколько это работы? Мы полгода эту дорогу будем прокладывать с таким количеством людей. А если людей будет в несколько раз больше? Ну, правимся за месяц? Несколько раз больше. Где их взять? Я уже договорилась с начальником базы. Он пришлет своих людей. Ну, и в Орловке тоже с работой так себе. Так что всем нужна лишняя копейка. Андрею это не понравится. Ну, допустим. Допустим, прорубим мы дорогу. Даже что. Шахта все равно слишком узкая. Ну, так мы ее расширим. Леночка, как ты не понимаешь? Это нереально. Ее нельзя взять просто так и расширить. Потому что так, чтобы там грузовик проехал. Ну, для поездов это же реально. А это просто грузовик. Для поездов тоннели взрывают. И мы взорвем. Да что за чепуха? Ну, хоть ты и скажи, а? Ну, вообще-то теоретически шахту взорвать мы можем. Динамит у нас на складе есть. Михалыч. Динамита недостаточно. Нужны специалисты. Послушай, Гена у нас специалист. Он занимался подробными работами. Я читала в его личном деле. Ну, допустим, у нас получится. Теоретически. Для того, чтобы расширить шахту, нужно будет задействовать всех наших людей. А для этого нужно остановить производство. Вот этого допустить мы никак не можем. Мы можем. Мы можем остановить производство на один месяц. Но после этого больше никогда не зависит от погоды. Ты тоже с этим этим согласен, а? А что я? Динамит есть. Шахту взорвать мы можем. Михалыч. Вообще, я человек маленький. Меня спросили, я ответил. Дальше вам двоим решать. Я тут тебе бутербродов принес. Голодный поди. Поправляйся. За бутербродов спасибо. Угу. Лен, ну пойми, но идея сомнительная. Это единственный выход. А это не еда. Угу. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Если Михалыч будет тебя бутербродами с колбасой кормить, добром это не закончится. Лена. Здравствуйте, Лена Циановна. А вы очень верно про Михалыча подметили. Поэтому я решила вот заняться питанием Андрея и принесла супчик из свеженького. Вы тоже, да? Ну, поставьте на стол, я потом разберусь. А я вижу, ты в хороших руках. Я, пожалуй, пойду. Лена. Да? Спасибо. Здоровлю. Лена. До свидания. А что она приперлась? Она проявляет заботу. Так же, как и ты. Да какая забота? Если бы не она, все было бы хорошо. И на лесопилке, и у тебя. Я сам упал в обрак. Она тут ни при чем. Вообще-то это она потерялась. Ее пошли искать. И вся эта идея динамита мне вообще не нравится. Ты хоть туда не лезь. Марин. Ну, что Марина? Можно я один побуду, а? Да. Как скажешь. Это я в холодильник поставлю. Надо же, грибной супчик. Какое совпадение. Доброе утро, Ирина Александровна. Доброе. Михаил Михайлович, соберите, пожалуйста, всех и подготовьте динамит. А Андрей знает? А Андрей на больничном. Ну, нужно ему сказать. Послушайте, либо вы всех соберете, либо я справлюсь сама. Возьму динамит и взорву эту чертову шахту. Доброе утро. Внимание всем. Основные силы будут прокладывать дорогу к шахте. Сделать это нужно максимально быстро. И пока мы выкладываем дорогу, Гена будет взрывать шахту. На все у нас один месяц. Месяц? За месяц мы не успеем. Я понимаю, я понимаю. Мы вызвали бригаду из Орловки для помощи. Ребят, работы много. Работать будем тяжело. Но если мы будем поддерживать друг друга, у нас все обязательно получится. Ну, что, за работу? За работу. Гена. Да не кури ты тут. Что-то они не вдохновлены. Главное, чтобы они работали. Мужик, есть сигареты у кого? Свои надо иметь. Спортсмены? Конечно. О, давай. Благодарю. Так, ребята, а что сидим, не работаем? Елена Александровна, ну, а смысл нам прокладывать дорогу, если шахта не расширена? Так мы должны работать параллельно. У нас нет времени ждать. Елена Александровна, ну, завалится все к чертовой матери. Мы будем зря спины сей рвать. Боря, не завалится. Я прошу, все возвращайтесь на свои рабочие места. Хорошо, Елена Александровна. Если вам так угодно, то мы это сделаем. Спасибо. Так, мужики, шивим поршнями, давайте. Борис, сигарету выбрать. Михалыч, сколько можно уже? Сколько нужно? Кошмар. Какой, а? И что, на всех участках такое? Никто не работает. Да не верь, это не в вашу затею. Отвези меня к Андрею, а? Андрей, садись за стол. Полночи готовила для тебя по новому рецепту. Спасибо. Андрей, поговорить надо. Что случилось? Все двигается очень медленно. Люди работают спустя рукава. Андрей, мне кажется, тебе нужен покой. Вам не следует говорить о работе. Марина, выйди, пожалуйста, отсюда. Марина, дай нам поговорить, пожалуйста. Рассказывай. Что? Они курят каждые пять минут. Объявляют обед каждый час. Я не понимаю. Я думала, что мы работаем на общее дело. Лея, ну ты пойми. Они простые люди. Они не понимают всей глубины твоего замысла. И что теперь делать? Держите, Валетик. Михалыч, подержи, пожалуйста. Андрюха, Андрюха, погоди, погоди, погоди. Ты что делаешь? Работать пидо. Больше ж некому. Да сделаем, ну что это? Да мы уже сделали. Да просто это идея у него просто какая-то из области фантастики. Из области фантастики? Это когда Ганембал слонов через заль попереводил. А у нас всего лишь лес, всего лишь пилы, всего лишь бревна. Да стой ты. Сделаем мы, все слово даю. Мужики, погнали. Спасибо. Вот на этом участке лес вырублен. Продолжаем прокладывать дорогу к шахте. Это что? Гена шахту взрывает. Спасибо, Михалыч, что проводил. О, Генка вдохновился. Рабочий день закончился, а он все взрывает. Ну что, дорогу проложили. Дело за шахтой. Да, хорошо, что Андрей поговорил с ребятами. Скажите, а вы не знаете, чем он занимался в городе? А бес его знает. Он не рассказывает, я не спрашиваю. Добрый вечер. Здравствуй, Марина. Добрый. Ужин понесла Андрея, все бегает за ним. Раньше с Бойкой встречалась. Ну ладно, пойду я. Марина. Я же уже все сказал. Как ты сказал? Не помешаю. Ален, ну я, конечно, заходи. Как продвигается работа? Отлично, отлично. Я поэтому и пришла. Я хотела тебя поблагодарить. Меня? Да. Я хотела сказать, что без тебя я бы не справилась. Спасибо, что поговорил с ребятами. Ну, это наше общее дело. Мне казалось, что ты был против. Послушай, Ален, эта лицепилка существует уже очень давно. И люди как бы привыкли, что тут все по-старому. Понимаешь, тут ничего не меняется. И вот появилась ты и… Стало все по-новому. И я вот уверен, что когда ты… Когда ты закончишь свои планы, все тебе будут благодарны. И я… Я еще тут драк. Я даже своего носа ничего не вижу. Я поэтому был против. Теперь понимаю, что мне нужны перемены. Нам нужны перемены. Как же я не люблю эти моменты. Осторожней. Я хотел тебе сказать, что я тебя… Все, дочки забыла забрать. А работа продвигается прекрасно. А выздоравливайте. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Елена Александровна, я вас поздравляю. Это ваша заслуга. Спасибо, Михалыч. А что без стука-то? Все, Михалыч. Что все? Янка-то наша. Того. Чего того-то? Чего? Боюсь! Я же тебе говорю, боюсь, за шампанское доставай. Грузовик прошел через шахту. Нет! Я вставал! Молодцы! Кто-то мог подумать, что простая линия фломастеров превратится в настоящую дорогу, а? Молодцы! Молодцы! Ну, как там, доктор? Хочется гипс побыстрее снять. Значит, будем снимать. У вас все замечательно, срослось. Поздравляю. Спасибо. Ну, прощайте. Марина, финансовый отчет за прошлый месяц готов? Несу. Отлично. Вы прям сияете все. А что не радоваться? Проход к реке открыт. Отчет о наших успехах готов. Отправляйся в Орловку и отправь все заказным письмом. Прочно. Немного. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Да, Гена отлично поработала Это большая победа Жаль, только я все пропустил Ты ничего не пропустил Самое интересное только начинается Да Теперь все будет Совершенно по-другому Я поняла, что Если чего-то хочешь За это нужно бороться Даже если Очень страшно Но в эту затею Изначально верила только ты А я не о Лиссабиле говорю Я о нас говорю Лен, я Хочу тебе кое-что сказать Я Я Господи Извини Я должен кое-что объяснить Да, я, я поняла Я все поняла, прости Я ошиблась Дело не в этом, Лен, дело не в тебе Анна, пожалуйста Не надо ничего говорить, хорошо? А что это Елена Александровна? Выскочила как из пожара? Что она плакала что ли? Ее лучше со мной не общаться Это серьезно Рассказывай Привет Привет, Маринка Как дела на лесопилке? Нормально Мой там не пьет? Да нет, вроде не пьет Привет 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 А кто срочно нужно отправить? Срочно так срочно Завтра прибыль по адресу Спасибо Дурак ты Хоть и умный Я просто ее уберечь хочу От кого? От себя Да выбрось ты это из головы Ты ж любишь ее, я ж вижу Любовь, это такая штука, которая бывает, это очень плохо Да хватит прошлым-то жить Ты думаешь, один такой здесь? Каждый здесь от чего-то сбежал И я в эту глушь не от хорошей жизни приехал Так что помирать что ли? Да помирать Помирать в этой глуши, Михалыч Хуже всего то, что Ты сам обманываешь себя Сам любишь ее И сам отрицаешь эту любовь Послушай, Андрей Если ты и дальше будешь бояться этого чувства Она оставит тебя раз и навсегда Она оставит тебя раз и навсегда И вместо него придет Холодная пустота И вот тогда ты узнаешь Что такое настоящая боль Ça даже не будет И уже ты ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Пошло заказное письмо из Орловки на ваше имя. Все верно? Из Орловки? Да. На мое имя? Да. Ну, значит, все верно. Давай сюда. Инночка. Да. А сделай себе перерывчик. Пойди пообедай. Пойди пообедай. Алло, Жанна Викторовна. Здравствуйте, это Марина. Вы документы получили? Да-да, Мариночка, да. Я все получила. Ты молодец. Если бы эти документы попали к руководству, все бы пропало. А, и что дальше? А дальше я переделываю эти документы. И лесопилка из успешного предприятия превратится в убыточный груз. Так это значит, что дело сделано. Да, Марин, ты хорошо поработала. И теперь вы меня заберете? Куда заберу? Ну, как куда? Вы же обещали в главный офис к себе. А, Мариночка, ну, ты не переживай. Все будет хорошо. Что будет хорошо? Понимаешь, просто сейчас свободного места нет. Мне нужно уволить пару людей. Но как только освободиться, я обязательно тебя заберу на хорошую должность. Как и обещала. Алло, Марина, что ты со связью? Я тебя не слышу. Мариночка, Марина, Марина. Лена, я много думал, о чем ты говорила. Поставь чемодан. Зачем? Надо поговорить. Мне кажется, что все уже сказано, Андрей Алексеевич. Ты что, хочешь? Ну, так просто взять и уехать? А как же лесопилка? А мне кажется, что лесопилка прекрасно справится без меня. Лена, тебе. Спасибо, я Розу люблю. Ну, извини, Розы, здесь не растут. Зачем ты пришел? Я хотел сказать, что я тогда поступил очень глупо. А что ты? Давай только без сарказма. Зачем ты пришел? Я когда переехал сюда жить на лесопилку, я хотел забыть... Андрей, зачем ты сейчас пришел? Ну, ты же знаешь. Не знаю. Скажи мне. Не важно уже. Все-таки уезжаете, Элиса? Да, уезжаю. Андрей? Михалыч, поехали. Быстрее. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Просто она хитрый манипулятор Марин Она использовала тебя, чтобы достичь своей цели Марин, хватит поливать ее грязью Потом бросила тебя и уехала Потому что она не любит тебя А я тебя люблю Марин По-настоящему Марин Ну Я тебя не люблю Прости Аккурате, ты собрался Вообще-то мы рано, еще до поезда куча времени А билет у вас? Ах, да Так может я провожу? Лена, ты делаешь ошибку? Это моя ошибка и мое решение Михаил Михайлович, я хотела вам сказать, что вы очень ценный работник И если вам когда-нибудь захочется перейти на какое-нибудь место, получше У нас в холдинге, вы знаете, очень много объектов И я вам обязательно помогу Спасибо, мне и здесь хорошо Быть тебе помоложе, может, тогда А так Своим годом я понял, что жизнь – это Бесполезная погоня за счастьем Почему бесполезная? Да потому что, когда гоняешься за счастьем Ты не замечаешь, что на самом деле она всегда с тобой Чуть не мудрая мысль Да, только понял я это К сожалению, слишком поздно И всю жизнь только и дело, что гонялся за вот этим вот счастьем Вместо того, чтобы просто быть счастливым Будьте счастливы, Ирина Асанна Я его люблю Поехали, скорее Андрей, Андрей, где он? Уехал Куда уехал? Ты знаешь, он не сказал Он просто собрал вещи и сказал, что Он больше сюда никогда не вернется И это все из-за тебя Ты из тех, кто винит всех вокруг А ты из тех, кто отбирает чужое Марин, ты в своем уме? Я люблю Андрея Это не значит, что он тебя любит Да полюбил бы, если бы не ты Из-за этого я тебя ненавижу Спасибо за откровенность, только от тебя ничего не изменит Изменит, я тебе уже отомстила А что это значит? Ты думаешь, у тебя машина просто так заглохла и рация села? И чего ты этим добилась? Я хотела, чтобы ты исчезла Как видишь, не исчезла И нашла дорогу к реке Так что лесопилка теперь на подъеме, спасибо Ты рано радуешься Все отчеты о твоих успехах я отправила не руководству, а Жене Викторовне Она их подправит и лесопилка банкрот Глупая ты, Марин Я просто привыкла бороться за свое Михалыч, поехали Опять? Куда? На станцию Так а Андрей? Нет Андрея, уехал Надо успеть до отхода поезда Как же мы разминулись-то Наверное, он на автобусе до станции ехал Глупая, уехал Уехал. Так я звонил Андрею, он вне зоны. Михалыч, а вытащи мои чемоданы. Ну, Елена Александровна, я еще позвоню. Не волнуйся, правда, все хорошо. Вытащи, у меня дело одно есть. Ты езжай спокойно, езжай домой. Ну, добро. Я считаю, нужно избавиться от всех неликвидных предприятий, а все свободные наши финансовые потоки направить на потенциально прибыльные предприятия. Браво! Это то, что я и говорила. Всегда нужно избавляться от неликвидных предприятий. Елена Александровна. Фелик Степанович, здравствуйте, у меня к вам срочный разговор. Я на деловой встрече, перезвоните мне попозже. Это всего одна минута, пожалуйста, это очень срочно. Срочно? Да, дело в том, что я отправляла вам отчеты по лесопилке. Ну, да, я видел. Да, то, что вы видели, это ошибка. Какая ошибка? Дела на лесопилке обстоят не так, как указано в отчете. Прежде чем попасть к вам, их перехватили. Ну, я ничего не понимаю. Ну, дайте минуту, я все вам объясню. Не надо мне ничего объяснить. Приезжайте ко мне в офис и здесь все объясните. Да, в ваших словах есть зерно истины. Ликвидность и неликвидность – понятие относительное. Иногда неликвидное предприятие может принести гораздо больше прибыли, если в руководстве отнестись с умом. Да, но не во всех случаях. Я прошу прощения. Чего тебе? Я знаю, какую игру ты затеяла. А это не игра. Все очень серьезно. Отчет – это подделка. Что ты будешь делать дальше? А дальше я тебя мокрого места не оставлю. Фелик Степанович уже понял, что лесопилка банкрот. Поэтому завтра днем состоится сделка по ее продаже. Я приеду, и он узнает правду. После сделки уже никого не будет волновать, правда. Да и ты никого не будешь волновать. Это мы еще посмотрим. Милочка, пока ты торчала в своей глуши, я тут все подмяла под себя. Поэтому можешь искать новую работу. А да, кстати, новому владельцу лесопилка не нужна. Он ее собирается снести. Никакой сделки не будет. Я выезжаю. Милочка. Это что, Лена была? Да-да, я доволен, да. Ну, когда вся сумма в полном объеме капает на счет, это всегда приятно. Фелик Степанович, сделку нужно остановить. Я вам перезвоню. Что остановить надо? Позвольте. Ну, да. Я сейчас объясню. Этот отчет, эта подделка. Фелик Степанович, это все неправда. Что неправда? Все, что она говорит. Ну, продолжайте, продолжайте. Мне интересно. Доставка древесины налажена. Первая партия уже отправлена. Если мне не верите, позвоните на производство. Они получили товар. Дела на лесопилке идут хорошо. Ну, а почему здесь по-другому все? Потому что это не мой отчет. Жанна Викторовна получила его до вас и переписала. Жанна Викторовна, это правда? Конечно же, нет. Зачем мне это делать? Мы же работаем в одной компании. Не стоит позвонить на производство? Несомненно. А я не вижу смысла. Так-то, давайте-ка вы вдвоем мне все объясните. Фелик Степанович, возможно, какая-то партия бревен и ушла. Но это ничего не значит. Лесопилка убыточна. А Лена просто выкручивается. Потому что она не справилась. Я справилась. Я вас очень прошу, проверьте все лично. У меня нет времени лично все проверять и заниматься вашими спорами. Тем более, что вопрос с лесопилкой уже решен. А что значит решен? Вы что, не в курсе? В курсе чего? Его продали. Но сделка должна была состояться в двенадцать, а сейчас только одиннадцать. В двенадцать часов должна была состояться встреча. Но Жанна Викторовна вечером перезвонила и перенесла встречу. Сделка состоялась час назад. Лесопилка продана. Жанна Викторовна, оставьте нас, пожалуйста. Жанна Викторовна. Жанна Викторовна. Давайте-ка присядем. Я знаю, как вы ответственно относитесь к своей работе. И мне жаль, правда жаль, что так получилось с лесопилкой. Но это дело надо довести до конца и я на вас рассчитываю. А завтра приедет новый хозяин. Его надо будет встретить и передать объект. Хотите, чтоб это сделала я? Ну, не Жанна же. Я надеюсь, вы справитесь? Я справлюсь. Что, не ожидала? Наконец-то я тебя обыграла. Я боюсь, что ты обыграла саму себя. Они все равно узнают правду. Ну и что? Лен, я много лет карабкаюсь по карьерной лестнице. Борюсь за свое место. А такие девочки, как ты, приходят и думают, что они могут получить все и сразу. Так не бывает. Ты молодец, Жанн. Ты борец. Только в этой борьбе ты одна. Ты стоишь только сама за себя. А я борюсь за людей. Почему же эти люди не помогли тебе получить должность главного менеджера? Да не это важно. Простите, пожалуйста. Спасибо. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Значит, вы теперь новой управляющей лесопилкой, верно? Нет, Михалыч, я привезла плохие новости Марина? Марина! Прекрасно Мне нужны все документы по лесопилке Перечень объектов и имущества Список сотрудников И финансовый отчет за прошлый месяц Зачем? Разве вы не... Срочно! О, здравствуйте, Александра! Здравствуйте! Здравствуйте, как дела? Здравствуйте, здравствуйте! Добрый день! Как у нас там в нашем главном? Может, премии кукакуина? А, ничего с авансом там, а? Ребят, у меня плохие новости Вы можете присесть? Здравствуйте! Добрый день, Елена Александровна! А, как вы знаете, лесопилка была убыточная Потому что мы не могли вывозить древесину в непогоду Так мы же дорогу сделали уже И туннель в горе сделали Да там лес еще валить не перевалить Ну... Да, мы все сделали Вы все сделали Вы большие молодцы И я вами горжусь Но, к сожалению, компания решила продать лесопилку Как продать? Решение уже принято Владелец приезжает сегодня Меня пристали, чтобы передать дела Но... Меня беспокоит другое Я слышала, что новый владелец хочет снести лесопилку Снести? Это как? Не-не-не, Елена Александровна Так дела не пойдут Подождите, а мы же здесь все живем Да он права не имеет Да? Ну, технически, Коля, имеет Он купил лесопилку вместе с землей Что ты? Что купил с землёй? Елена Александровна Елена Александровна Ребята, я сама очень переживаю по этому поводу И у меня есть план Только мне нужна ваша помощь Говорите, Елена Александровна, мы готовы Правда, мужики? Да Готовы Давайте покажем новому владельцу, что работа у нас скипит Древесина вывозится вовремя, прибыль высокая И, может быть, он передумает ее сносить А если не передумает? Гена, передумает Я попрошу Марину подготовить финансовый отчет за последний месяц Он увидит, что цифры у нас высокие, прибыль растет Я очень надеюсь на вашу поддержку Я сделаю лично все, что от меня зависит Но и вы помогите, отправляйтесь на рабочие места Спасибо Вот так просто иди работать Спасибо, Михалыч Куда ты собрался? Будешь лес валить? Ну так Так, делаем все, как Лена сказала Михалыч, а что твоя Лена понимает? Сейчас лесопилку закроют Она в город свалит А нам что? Это дом наш, Михалыч Понимаешь? Куда нам идти? Ну да, так-то нам идти некуда Да, идти некуда Защищать будем Землю нашу Ты что уже удумал? А что удумал? Что удумал? Я этому новому владельцу косточки-то переломаю, Михалыч Посуди сам, Михалыч Нас много Мы сейчас бревнами вход в лесопилку перегородим И все, сюда никто не заедет Да полиция сюда приедет Ну приедет полиция, так же сделаем Я вообще родился здесь, Михалыч Как и многие тут А вот ты приезжий Так что, если тебе наша идея не нравится То можешь идти к Елене Александровне И решать с ней по-другому Делать все возможное А мы идем Пойдем, мужики Пойдем, идем Да, мужики, пошли Пошли, пошли Так, я надеюсь, это поможет его переубедить Вот все Ага, хорошо Елен Александровна Да? Ну, плохо дело Борька мужиков подбил Дорогу хотят перекрыть Новое начальство не пустить Во как Ну, дураки, а Я им то же самое сказал Так Берите, мужики, раз Два Три Раз Стойте Что вы делаете? Я пытаюсь лесопилку спасти А вы это все только усугубляете Куда уж дальше усугублять Елена Александровна, я вас прошу Идите, не мешайте Мы тут как-нибудь сами Вы не понимаете, что из-за этого вас точно снесут? А вот это мы еще посмотрим Опа Приехали Боря, не надо Стои Опа Здорово, мужики Привет Здорово Я вообще-то рассчитывал на теплый прием Но не настолько же Мы вообще-то думали, что это новый хозяин приехал Морду хотели бить Мужики Вообще-то я новый хозяин лесопилки Ну, конечно, ты новый хозяин лесопилки Ну да, я ее купил Как это? За кешешета ты ее купил? В общем, мужики То, как вам приехать работать У меня был свой бизнес Но Из-за одной личной ситуации Я решил приехать жить сюда Короче Мне мой помощник сказал, что лесопилка продается И что есть покупатель Ну, я ее перекупил Теперь она моя Уточнее, наша И что теперь будет С лесопилкой С нашей А что будет? Работать будем? Деньги зарабатывать Нет, а хоть мог сказать? Не мог, извини Услышали, что сказал начальник? Деньги зарабатывать Вперед С песней Бизнесмен Я не хочу тебя видеть Уходи Я хотел рассказать Только не рассказал Да не рассказал Извини Ну, знаешь, благодаря тебе Я Понял самое главное Есть чего ты очень сильно хочешь За это надо бороться Надо меня трогать руками Отпусти меня немедленно Ты имеешь право меня целовать Опять? Уходи Андрей Правда, хочешь, чтобы я ушел Да Нет Здравствуйте, дерева Оксана Здравствуйте Доброе утро всем Доброе утро Доброе утро Доброе утро Марина, я хотела тебя поблагодарить за то, что ты съездил со мной в офис и все рассказала, как есть. Это важно, чтобы они узнали правду. Спасибо. Елена Александровна, я тоже хотела вам сказать спасибо за то, что дали мне второй шанс. И мне правда очень стыдно, потому что я пошла на поводу у Жанны и делала вам гадость. Ну, Жанна уволена, а ты будешь работать с нами. Стой! Что? Помирились? Михалыч, стой! Сапоги! Что ты будешь делать? Проходи! И все у тебя будет хорошо. Михалыч, привет! Здорово! Как дела? Доброе утро! Доброе! Где ты был? Я тебя везде искал. А у меня для тебя сюрприз. Поехали! Я скоро вернусь. Думаю, не скоро. Я к тому, что я люблю тебя, Маик. Пойду поработаю, что ли? Оба все подружки попала. Давно тебя хотел спросить. Дальше, что будем делать? Жить. Любить тот друг. Мне нравится. Здесь или в город поедем. А ты как думаешь? Я знаю, тебе предложили должность главного менеджера. Ну, я еще не согласилась. Согласишься? Если я соглашусь, мне придется уехать. Ты поедешь со мной? Я знаю, как ты любишь это место. Эту природу. Ты не хочешь уезжать. Но если я уеду, ты поедешь со мной. Я люблю тебя. Я поеду с тобой куда угодно. Тогда мы возвращаемся в город, чтобы собрать мои вещи и перевезти их сюда. То есть как? Мы остаемся? До всегда. До всегда. Субтитры создавал DimaTorzok